Для охоты весной я, как правило, использую вот такое ружье нашего советского, это еще советского производства, гладкоствольное двуствольное оружие ТОС-34. Своё ружье этой весной заядлому охотнику с 30-летним стажем Анатолию расчеклить не придется. Охота на боровую и водоплавающую дичь в целях препятствия распространению коронавируса в этом году запрещена. Я не задавался вопросом при переезде. Я считаю, это не совсем обоснованно, так как весенняя охота – это индивидуальная охота. Это индивидуальная охота с подсадной уткой на селезня, это охота на тетерева и глухаря на таку. То есть там не скапливается, это один, ну может быть максимум два человека. От меня охоты Анатолий Кутузов не рад. События ждал всю зиму. Купил патроны, начистил ружье. Любовь к охоте мне привил мой отец. Я буквально с самого маленького волоса с ним ездил на охоту. Ну естественно в качестве, так сказать, наблюдателя. Допустим, за осенний период, ну 10-15 раз. Ну это все зависит опять же от погодных условий. Я езжу не за куском мяса, а для общения с природой, для посмотреть красоту природы, как живых сусед, так и ту самую растительность. Так или иначе, поездки на природу на период самоизоляции придется отложить. Впрочем, о запретах успели узнать не все. Некоторые охотники уже отправились на озера. Таких наказывать не будут, пообещали в региональном Минприроды. Поэтому сегодня дано поручение государственным межрайонам, охотничьим инспекторам, при проведении рейдовых мероприятий в охотничьих угодьях, применять исключительно предупредительные меры. То есть охотникам, находящимся сегодня утром в охотничьих угодьях, при проверке документов, выдается предостережение. Конечно, охотничьи хозяйства понесут убытки, зато количество пернатых явно возрастет. Я считаю это положительным явлением. Не только с точки зрения поддержания режима самоизоляции, не распространения коронавирусной инфекции, но и с точки зрения сохранения ресурсов водоплавающих птиц, в первую очередь, и в первую очередь гусей, пролет которых сейчас как раз проходит над Алтайским краем. К слову, в последней редакции «Красной книги» к животным, охота на которых запрещена, отнесены серые гуси и некоторые виды гуменника, миграция которых проходит как раз через Алтайский край. При этом далеко не каждый может отличить в полете этих краснокнижных птиц от селезней и уток, разрешенных к охоте. Но этой весной в небе над Алтайским краем безопасно для всех пернатых – для промысловых и для краснокнижных. Ольга Солонгина, Константин Ганов, ТТВик Геворгян, Денис Кузьменко. Новости.